Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева, за режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. На календаре сегодня 20 января, четверг, и сегодняшний выпуск мы посвятим здоровью. Так, в ближайшие 15 минут мы поговорим о кишечных заболеваниях у детей, а после затронем тему заболевания глаз. Так что, если у вас есть вопросы к врачу-инфекционисту и офтальмологу, смело звоните нам в студию и задавайте вопросы. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон прежний 320066 и 321166. Также работает наш WhatsApp-номер, озвучи его цифры, 8 411 232 0066. Пишите и отправляйте свои вопросы. Итак, на календаре 20 января, и, казалось бы, сейчас врачи-инфекционисты отдыхают от наплыва кишечных инфекций у детей. Но нет. Эта напасть встречается не только летом, но и зимой. А какие именно кишечные расстройства встречаются и как с ними бороться, об этом нам расскажет Анжелика Острелина, врач-инфекционист детской инфекционной клинической больницы, заведующая приемно-консультативного отделения. Анжелика Олеговна, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вкратце о своей больнице, об отделении, вообще какие отделения входят в детскую инфекционную больницу. Наша детская инфекционная клиническая больница лечит детей с острой инфекционной патологией. У нас имеется отделение бактериально-диагностических инфекций. Там в основном лежат дети с кишечной инфекцией, дети с менингитами, с гепатитами и так далее. Также имеется отделение воздушно-капельных инфекций. Там лечатся дети с ОРВИ, с острыми бронхитами, с острыми бронхопневмониями. И также у нас есть ковидное отделение, но оно находится на базе другого стационара, детского республиканского ТУП-санатория. И там лечатся дети с диагнозом COVID-19. А есть ли какая-нибудь статистика, когда детишки чаще и больше всего поступают к вам в больницу? Летом, зимой, весной, осенью? У нас вообще сезон подъема заболеваемости идет, начиная с осени и заканчивая весной. Иногда бывает, что летние месяцы у нас тоже загружены по обращаемости. И имеется, конечно, сезонность, как у вирусных респираторных заболеваний. Это осенний, зимний, весенний. У кишечных инфекций, у вирусных кишечных инфекций сезонность начинается с осени, а у бактериальных кишечных инфекций летом, да, чаще летом. Давайте напомним родителям, что необходимо взять с собой перед приездом в больницу. Когда вам дают направление на госпитализацию, с собой нужно взять обязательно все документы. Все документы ребенка, свидетельство о рождении, полис, НИЛС. Желательно иметь на руках сертификаты вакцинации. Родителю обязательно, одному из родителей, нужно иметь паспорт, потому что будут заполняться юридические документы, нужно будет ставить подпись и нужны будут носиться паспортные данные. Также средства личной гигиены, сменную одежду, маленьким детям подгузники, влажные салфетки. И есть список запрещенных и разрешенных продуктов, которые можно взять с собой. С этим можно ознакомиться на нашем сайте. То, что там на перекусы что-то взять. И также, приехав в нашу больницу, родители должны быть готовы ответить врачу на ряд вопросов. А какие вот вопросы? Конкретно нужно знать, когда ребёнок заболел, как протекала по дням симптоматика, какие препараты в эти дни вы принимали. Иногда бывает, что назначения оставляют участковые врачи. И если эти назначения у вас имеются, выписывают на бумажке, то желательно взять с собой, показать врачу, что принимали, как принимали, как ребёнок реагировал на это лечение, чтобы врачу сориентироваться, что помогало, что не помогало, в дальнейшем какую терапию назначить. А вот интересно, всегда ли родители ложатся вместе с ребёнком в больницу? Это зависит от возраста. Вообще, конечно, мы ложим ребёнка с родителем по медицинским показаниям. Если ребёнку требуется круглосуточный уход родителя, вне зависимости от возраста, он ложится. Но детишки уже школьного возраста, они, в принципе, могут самостоятельно лежать. С 7-8 лет необходимость в круглосуточном нахождении родителя рядом нет. У нас средний и младший медицинский персонал имеется круглосуточно, который ухаживает за детьми, смотрит за ними, делает назначения. Потом в этом проблем нет. А какие заболевания чаще всего встречаются сейчас? Вот вообще сейчас, конечно же, у нас классически чаще встречаются респираторные вирусные заболевания и вирусные кишечные инфекции. У нас наблюдается подъём заболеваемости ротовирусными, норовирусными кишечными инфекциями. Преэвалируют сейчас они. Вот вы говорите вирусные кишечные инфекции. Есть ещё бактериальные, да, которые чаще всего летом как раз-таки возникают. А в чём вот разница? Разница в клинике, в симптоматике, в какой отдел кишечника поражается. То есть если вирусные кишечные инфекции, это может у нас протекать по типу гастрита с рвотой, по типу гастроэнтерита, когда будет обильный, жидкий стул, рвота, интоксикация умеренная. Бактериальные кишечные инфекции, они поражают более низкие отделы кишечника, толстый кишечник. И там тоже будет высокая интоксикация, но немножко отличается характер стула, симптоматика. Ну и лечение. Но в обоих случаях это боли в животе? Это боли в животе, это может быть и рвота, и в том, и в том случае, и жидкий стул. А вот всегда ли бактериальные инфекции, и может быть даже вирусные инфекции, связаны с продуктами? Вообще каков способ передачи? Пищевой путь более характерен у нас для бактериальных кишечных инфекций. То есть когда у нас идёт обсеменение бактериями каких-то пищевых продуктов или некачественные пищевые продукты, некачественное приготовление. Вот, допустим, сальмонолёса у нас может передаваться через яйца, через курицу. А вирусные кишечные инфекции – это чаще водный путь передачи, контактно-бытовой путь передачи, когда кто-то из носителей, допустим, взрослые могут бессимптомно быть носителями вирусных кишечных инфекций, и они могут заразить своего ребёнка. А как заражение происходит тогда? Воздушно-капельным путём? Воздушно-капельным, чаще контактно-бытовой, то есть через предметы обихода, через грязные руки. А-а-а, интересно. А вот если взрослый в семье заболел, и чтобы уберечь ребёнка, какие меры профилактики нужны? Личная гигиена обязательно, соблюдение. Ну, тут не скажешь, что стопроцентно каких-то гарантий того, что ребёнок не заразится, нет. И, конечно, желательно разобщить, да, общение. Но если это невозможно, у взрослых редко бывает симптоматика именно вирусной кишечной инфекции. Чаще взрослые симптоматика переносит бактериальную кишечную инфекцию. Потом мытьё рук, само собой, обработка овощей и фруктов кипячёной водой. Вообще детям обязательно надо кипятить воду. У нас в основном все же сейчас заказывают бутилированную воду, которая очищается, фильтруется. Но хотелось бы отметить, что ни один фильтр не избавляет воду от вирусов. То есть прямо из бутыля детям давать не стоит эту воду, да? Нет, обязательно нужно её кипятить. Да, и что как детям, так и взрослым такую воду нужно пить кипячёной. А вот чем кормить ребёнка, если он заболел? Как правило, врачи назначают диету. Диета, которая исключает из себя употребление свежих фруктов, свежих овощей, жирных каких-то продуктов, жареных продуктов, богатых консервантами, пряностей, соленья. Всё, что может вызывать повышенную работу кишечника, скажем, интенсивную. То есть диета должна быть щадящая, легкоусвояемая, дробное питание, то есть это могут быть каши, супчики куриные, да, отварные, всё отварное, паровое. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что вы можете смело звонить нам в студии и задавать телефоны врачу-инфекционисту. Сегодня мы говорим о кишечных инфекциях у детей в зимний период. Телефоны в студии у нас прежние 32 00 66 32 11 66. Также работает наш WhatsApp номер 8 4 11 23 2 00 66. Вот, Анжелика Олеговна, ещё такой вопрос, да, дети на период удалёнки, сейчас как раз вот период удалёнки у нас, да, в Якутии, во многих регионах уезжают бабушки в деревню, да, но не обязательно на период удалёнки вообще уезжают, да. Последние, конечно же, очень рады внукам, закупают кучу продуктов, вот, а какие продукты вот можно давать детям, да, а от каких следует отказаться? Ну, в мерах профилактики, конечно. В мерах профилактики и кишечные инфекции имеют. Да, да, да. Но тут важно не именно какие-то определённые продукты, а способ приготовления и способ хранения этих продуктов. То есть всё должно быть свежеприготовленное. Не вчерашнее, не позавчерашнее. Да, ну, нет, ну, конечно, вчерашнее, позавчерашнее должно храниться в холодильнике. То есть должны соблюдаться температурные режимы, хранение, и готовой пищи, и сырой пищи. Потом по поводу кондитерских, вот, крема, вот эти маслянистые, да, которые, их тоже нужно употреблять свежими и хранить в холодильнике. Салаты, которые любят заправлять майонезом. Майонезом, да. А вообще, в принципе, по поводу здорового питания, конечно, стоит избегать так называемого пищевого мусора, да, это быстрых углеводов, чипсы, газировки, и фастфуд, это, в принципе, ну, не... Я думаю, что многие родители об этом уже знают. У нас поступил в WhatsApp вопрос. Как вы относитесь к противорвотным средствам? Из какого возраста их можно давать? Можно ли давать самостоятельно? Ну, все препараты нужно давать с назначением врача. То есть, если у вас у ребёнка имеются симптомы рвота, да, обязательно нужно показаться врачу, потому что рвота может быть симптомом не только кишечной инфекции. Есть и другие диагнозы, да, поэтому обязательно должен осмотреть врач. Если врач подозревает инфекцию именно кишечную, конечно, есть противорвотные средства, они назначаются по возрасту, с учётом веса ребёнка и с учётом возраста ребёнка. Самостоятельно давать такие препараты я не рекомендую. Подобный ещё вопрос есть. Расскажите про противодиарейные средства. Они сейчас есть в аптеках в свободном доступе очень многим родителям. Первое, что приходит в голову, остановить диарею у ребёнка. Диарею остановить можно с помощью энтеросорбентов, так называемая группа препаратов, которые при проникновении в наш организм они вызывают на себя так называемую энтеросорбцию, то есть всасывают и вирусы, и патогены, и продукты. Это, например, активированный уголь, да? Ну, активированный уголь для детей не очень подойдёт. Лучше такие препараты, как смекта, энтеросгель, полисорб. А какие-то натуральные продукты могут остановить диарею? Есть продукты, рисовый отвар, рис, которые тоже могут, продукты повышающие именно вот... Ну, помочь в этом вопросе, да? Так, ещё один вопрос. Дорожная аптечка. Какой минимум нужно брать с собой, особенно если едешь отдыхать с детьми? Ну, как мы уже сказали, энтеросорбенты. Антеросорбенты. Это обязательно, потому что если вы едете куда-то за пределы республики, за пределы страны, это может быть другой климат, другие продукты абсолютно. Поэтому как минимум антеросорбенты, жаропонижающие обязательно. Можно капельки в нос, ушные капли, если у ребёнка, не дай бог, заболеет ухо. Противокошлевые какие-то препараты, противовирусные, да. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей программе. Дорогие друзья, сейчас уходим на рекламу. Добрый день, дорогие друзья. Программа Якутска сегодня продолжает свою работу. И, как я и обещала в начале нашей программы, мы поговорим о заболеваниях глаза. Сегодня у нас в гостях врач-офтальмолог, хирург Якутской республиканской офтальмологической больницы Стефан Георгиев. Стефан, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Напоминаю об этом еще раз. Так что смело звоните нам в студию, задавайте вопросы нашему гостю, врачу-офтальмологу. Телефон в студии у нас прежний 32 00 66 32 11 66. Также вы можете задавать вопросы по нашему WhatsApp номеру 8 4 11 23 2 00 66. Стефан, ну вопрос такой, да. О вакцинации при болезнях глаза. Кому можно, а кому стоит воздержаться? Вы знаете, в принципе, при большинстве патологий вакцинация показана, скажем так. Но существуют различные аутоиммунные заболевания, при которых это может, наоборот, сыграть совершенно в иной степени, вызвать какие-то осложнения как раз таки. Также это противопоказано лицам с иммунодефицитными состояниями, поскольку у них не сможет сформироваться, не смогут сформироваться антитела должным образом, и это не вызовет ничего хорошего. И в любом случае вакцинация подразумевает первичное посещение врача. И если у вас есть какие-то офтальмологические заболевания именно у пациентов, то я думаю, что перед тем, как вакцинироваться, они всегда могут посетить врача-офтальмолога, и уже он может принять решение, стоит им вакцинироваться или нет. Или воздержаться. Или воздержаться, да. Потому что, скажем, после трансплантации роговицы это может вызвать очень серьезные осложнения. В частности, может произойти отторжение трансплантата. А как считают большинство, что это может повлиять на течение катаракты или гаукомы, конечно, нет. Это абсолютно неправда. Но есть определенные патологии, при которых это может быть опасно. Ну, конечно же, консультация с офтальмологом следует пройти, да. Насчет гаукомы. Вот вы сказали, да, об этом. Как ее предупредить? Предупредить гаукому полностью никак нельзя, поскольку это связано с тем, что либо происходит гиперпродукция внутриглазной жидкости, либо нарушается ее отток. То есть повышается внутриглазное давление и постепенно повреждается волокно зрительного нерва. Как бы снизить скорость прогрессирования можно, снизив уровень внутриглазного давления. Для этого пациенты должны закапывать капли и поддерживать внутриглазное давление в нормальных значениях. А вообще гаукоме подвержены больше люди старшего возраста или в молодом возрасте тоже можно? Существует врожденная гаукома, ювенильная гаукома, то есть это гаукома, которая либо врожденная, либо приобретенная в первые годы жизни в молодом возрасте, либо старческая гаукома, то есть у лиц старшего возраста. А каковы симптомы гаукома? Это абсолютно бессимптомная потеря зрения. То есть у пациента постепенно начинает концентрически сужаться поля зрения, то есть оно потихонечку уходит в трубочку и остается в конечном итоге зрения где-то на периферии маленький кусочек, через который он может смотреть, который в конце концов погаснет полностью. В вашей больнице такие операции делают по голову комнат? Да, такие операции делают. Но в любом случае этим пациентам изначально если удается снижать им давление на каплях, то в принципе этого достаточно. И пациенты могут просто закапывать капли и жить нормальной жизнью. И обойтись без операции. Да, и обойтись без операции. У нас в студии есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Я хотела спросить, у меня эта операция, у меня врожденная катараста, и у меня было это в 89-м году операции. Потом после этого на одном глазе не могли сделать, потому что они сказали пока этого места нету, поэтому сейчас вот один глаз совсем не видит. Так, и ваш вопрос? Я хотела спросить, как мне быть, у вас врожденная катаракта? Врожденная катаракта. И этот глаз не видел никогда? Ну, да? Да, получается, да. Смотрите, есть такая проблема. если глаз на протяжении всего своего пути развития не имел прозрачных сред, то и зрительный тракт, вероятнее всего, не сформировался под этот. И даже при удалении катаракты рассчитывать на какую-то высокую остроту зрения на этом глазу не приходится совершенно. Но, возможно, какое-то зрение на этом глазу будет. Все зависит от степени развития катаракты на этом глазу. То есть, если это какое-то не сильно выраженное помутнение, и все-таки зрительный тракт смог сформироваться, то тогда зрение будет. Ну, вот девушка сказала, что ей операцию делали в 89-м году, на повторную она попасть не может. Каковы ее действия? Что ей нужно делать? Я так понимаю, что прооперировали один глаз, а второй нет. Дальнейшие действия можно записаться на прием в поликлинику нашей больницы или по месту жительства и дальше уже спланировать операцию. А вообще катаракта может ли появиться снова после лечения? Может появиться вторичная так называемая катаракта. Это не совсем то же самое, поскольку мы убираем хрусталиковые массы во время операции и ставим искусственную линзу в капсульный мешок. То есть, это то, что остается от нашего настоящего хрусталика. Туда имплантируется искусственная линза. Но остается задняя капсула и через какое-то время она может мутнеть. То есть, просто покрываться какими-то массами, какими-то отложениями и она становится непрозрачной. И это уже совершенно другая операция. То есть, это буквально несколько минут лазером разбивается задняя капсула и как бы пациент снова видит. То есть, выход есть? Да. У нас тут есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Можно вот спросить насчет коррекции зрения? Лазерной коррекции, да? Вы имеете в виду, наверное? Коррекция зрения? Здравствуйте. Да-да-да, говорите, ага, мы вас слушаем. Можно вот узнать насчет коррекции зрения? С какого возраста делается? Да. И какие здесь вот в Якутске результата? Спасибо вам за звонок. Хорошо, спасибо. Значит, коррекция зрения делается после 18 лет, а лучше позже, то есть, лучше после 21 года. Но вообще коррекцию зрения можно делать именно тогда, когда останавливается рост глаза. И это очень индивидуальный вопрос. У мужчин же это как бы процесс длиннее идет, чем у женщин, да? Ну, это очень индивидуально. У кого-то это может быть позже, у кого-то может быть раньше. Но в любом случае имеет, я думаю, что целесообразно произвести измерение глаза, подождать годик, посмотреть, изменились ли как-то рефракционные показатели и показатели длины глаза. И, исходя из этого, принять решение, стоит делать операцию или нет. А каковы результаты? У нас очень хорошие результаты. Сейчас у нас очень современное оборудование. Мы делаем и с фемтосекунд, то есть используем фемтосекундного лазера операции. То есть это самые современные операции и результаты на них на мировом уровне. А в год сколько таких операций вы будете проделывать? Ну, примерно. В ЕРУКБ не так много этих операций. А поскольку сейчас коронавирусная инфекция и есть какие-то ограничения, но производится около 500 операций, насколько я знаю. О, достаточно много. У нас в студии есть снова телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Говорите, здравствуйте. Здравствуйте. Это прямой эфир, да? Да, это прямой эфир. Задавайте вопросы. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да, 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 говорите. Ага, что такое макулодистрофия? И вакцинироваться при этом случае можно или нет? Спасибо вам за звонок. Макулодистрофия это дегенеративный процесс, при котором происходит повреждение той зоны сетчатки, которая отвечает за центральное зрение. То есть именно эта зона позволяет читать, видеть мелкие детали предметов и пациенты с такой патологией лишаются этой возможности. У них постепенно происходит снижение центрального зрения. Все зависит от формы именно дегенерации центральной зоны. Это может быть влажная или сухая форма. И при каких-то формах мы можем воздействовать. То есть, скажем, при влажной форме возрастной макулярной дегенерации мы можем использовать препараты, снижающие новообразованные сосуды. То есть, это антивГФ препараты. вакцинации позволяют снизить прогрессирование и вызвать повышение остроты зрения у этих пациентов. Но, к сожалению, не во всех случаях это может помочь. И обязательно пациенту стоит записаться на консультацию и обследоваться и начать лечение, если это возможно. А насчет вакцинации? Вакцинация в данном случае не противопоказана. И я думаю, что здесь важнее оценить какие-то другие соматические возможности сопутствующие заболевания, чем саму ВМД. А я бы хотела вернуться к вопросу о коррекции зрения. Есть ли какие-нибудь противопоказания? Кому нельзя делать эту операцию? Кроме как юного возраста. Нельзя делать людям с определенной если при расчетной толщине роговицы послеоперационной она будет выходить за рамки допустимых значений. Это принимает решение непосредственно хирург. Кроме этого нежелательно делать лицам с сахарным диабетом поскольку их роговичные нервы страдают и это может снижать заживляемость в послеоперационном периоде и иметь неблагоприятный прогноз скажем так. Также лицам с кератоконусом или риском развития кератоконуса либо других кератоконических заболеваний им нежелательно. То есть это когда проговица по своей структуре как это сказать простыми словами. Но врач об этом скажет, да? Врач пациенту это обязательно скажет. А я еще слышала что такое что нужно обязательно иметь устойчивое зрение в течение какого-то определенного времени в течение года. минус 5 чтобы это минус 5 было в течение года. Это вот и есть рост глаза о чем я говорю то что в принципе миопия то есть минусовая рефракция это увеличение длины глаза увеличение длины глаза на 1 миллиметр это 3 диаптрии если глаз вырос в течение года на 1 миллиметр это он сразу упадет в минус 3 то есть вот так получается еще на миллиметр минус 6 и вот так может расти глаз он может вырасти чуть-чуть и уже это вызовет рефракционные изменения ну и вот соответственно одним из показателей увеличения длины глаза является и рефракция тоже дорогие друзья сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу не забывайте что мы работаем в прямом эфире так что смело звоните нам в студию и задавайте вопросы врачу-офтальмологу у нас телефон студии прежний 32 0066 32 1166 также вы можете задавать вопросы по нашему ватсап номеру 8 411 232 0066 я напоминаю что мы говорим с врачом-офтальмологом о заболевании дорогие друзья программа якутска сегодня продолжает свою работу мы говорим с врачом-офтальмологом о заболеваниях глаза работаем мы в прямом эфире так что смело звоните нам в студию задавайте вопросы или отправляйте вопросы по нашему ватсап номеру так следующий вопрос у меня Стефан к вам ячмен и хальзион что это такое и как от них избавиться ребенку и взрослому значит ячмень и хальзион это заболевания которые происходят с железами на веках вот ячмень отличается от хальзиона тем то что ячмень это горячее воспаление то есть там в этот момент находится инфекционный агент который вызвал вот это какая-то бактерия которая вызвала как раз воспаление и это выглядит как прыщик который ни в коем случае нельзя выдавливать и все должны это понимать знать и запомнить четко что давить его нельзя он появляется прямо на самом глазу он появляется на веке на веке на веке а хальзион хальзион появляется там же его легко спутать но это не инфекционное гранулематозное воспаление то есть это такое уплотнение оно по ощущениям как хрящик который перекатывается внутри как шарик он может периодически воспаляться становиться больше меньше но в обоих случаях в обоих случаях да можно избавиться и в обоих случаях нужно идти к офтальмологу самим не надо ничего говорить ни в коем случае у нас есть телефонный звонок добрый день мы вас слушаем алло здравствуйте говорите ага я про стигматизм хотела бы спросить здесь в Якутске операцию делают а какой возраст 28 да делают ага и это платно или по очереди бесплатно можно это рефракционная хирургия лазерная которая делается платно да спасибо вам за звонок еще такой вопрос Стефан можно ли исправить косоглазие взрослому и ребенку и всякое ли косоглазие можно исправить какое например не подлежит исправлению не подлежат исправлению паралитические косоглазия но в любом случае возможно какая-то коррекция чтобы выставить глаз в прямое положение и либо какие-то травматические когда произошли уже повреждения мышцы и их достаточно сложно восстановить либо их ущемило где-то в каких-то стенках орбиты и вот в таких случаях будет достаточно проблематично это сделать но вообще любое косоглазие стоит обратиться к офтальмологу обследоваться полностью и уже принять решение сам пациент не сможет понять операбельно ли его косоглазие или нет поэтому в любом случае здесь необходима консультация специалиста у нас в студии есть телефонный звонок здравствуйте здравствуйте говорите у меня такой вопрос у меня в 2007 году сделали операцию на вырожденную катракту правого глаза и после операции сказали что атрофия зрительного нерва а вот дальнейшие действия и еще вот хотел спросить на обследование на РП-2 обязательно подойти с направлением участкового остального элемента просто так можно подойти спасибо ответим на этот вопрос по поводу РП-2 я не смогу вам ответить на этот вопрос а насчет атрофии зрительного нерва к сожалению в атрофии зрительного нерва если диагноз стоит верно то к сожалению это такая патология которая не поддается практически лечению и в принципе кроме как поддерживающий сосудистый иноотропный нейротрофического лечения она в принципе как-то не улучшается скажем так но у некоторых пациентов бывает какая-то положительная динамика после такого лечения у нас есть еще один телефонный звонок здравствуйте мы вас слушаем здравствуйте говорите я хотела бы спросить в 2017 году я не сделала в офтальмологическом больнице операцию кератит а можно после этого сейчас лететь к самолетам так в 2017 году вам сделали операцию какую операцию еще раз сделали кератит кератит это воспаление роговицы это не название операции но я думаю что смотря делали возможно там была язва с перфорацией и делали трансплантацию и все что угодно но в любом случае ничего из этого не является противопоказанием для перелета тем более сроки уже вышли да уже прошло 3 года это никак не является противопоказанием для перелета еще такой вопрос астигматизм и близорукость ну и другие проблемы с глазами могут ли передаваться по наследству в принципе да есть такие наблюдения о том что близорукость передается по наследству что чаще гораздо встречаются у близоруких родителей и близорукие дети да есть такие астигматизм астигматизм в принципе тоже да но как бы достоверно сказать что у родителей с астигматизмом, у детей будет астигматизм, нельзя. И тип наследования я вам тоже не скажу, поэтому точно вам сказать не смогу на этот вопрос ответить. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло? Здравствуйте, говорите, да, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да-да-да. А можно спросить насчёт хамелиоза у детей? Диагноз такой. Как ещё раз? Хамелиоз. Алло, здравствуйте. Халлезион, может быть, нет? Ну, может, халлезион. Вот у меня внук, у него уже с трёх лет хамелиоз, там как называется, диагноз. Как можно лечить? Это прыщик такой, да, на веки? Да, на веки. Вот внутри, на веках и внизу бывает, и с двух сторон, короче. А сколько уже по времени это происходит? Уже третий год. Если уже третий год, то нужно удалить просто его. Тогда нужно, да, нужно будет обратиться в больницу офтальмологическую, да, и пойти на операцию удалить. Да-да-да, просто операция быстрая, как бы, она безболезненная. Может быть, несколько страшно, конечно, что всё-таки, я так понимаю, что возраст там небольшой совсем. но, как бы, в этом ничего страшного нет. Хорошо. У нас ещё один телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Я бы хотела спросить, есть ли у нас в Якутске бесплатные операции на глаза, и ставят ли на учёт? И примерно сколько будет длиться? Я думаю, что есть совершенно разные операции на глаза, да, почти все операции на глаза делаются бесплатно. Кроме коррекции зрения? Кроме коррекции зрения, да. Я думаю, что, возможно, вопрос был как раз про коррекцию зрения, но все операции здесь, на самом деле, в Якутске оказываются бесплатно, и для меня было большим удивлением, что большую часть офтальмологической помощи здесь оказывается бесплатной. Я бы сказал, что 95% офтальмологической помощи здесь оказывается бесплатной. А почему Стефан удивлён? Потому что он приехал к нам из Москвы несколько месяцев назад. Да, потому что все даже государственные учреждения оказывают также и платную медицинскую помощь, и люди имеют такую большую очередь на госпитализацию, что, в принципе, им проще прооперироваться платно. Но нам повезло. Да. У нас есть смс-вопрос. Здравствуйте. зрение минус 8. Выпуклые глаза. Операция исправит выпуклость глаза? Как её исправить, спрашивают? Я не очень понимаю, что такое выпуклость глаза, что это имеется в виду. Так, вам нужно будет пояснить, кто задал этот вопрос. Пожалуйста, ещё поясните. Несколько минут у нас осталось до конца программы. Внешне после рефракционной операции для пациента ничего не изменится. То есть, глаз как был, он такой же абсолютно и останется. Если имеется в виду, что глаза как-то выпирают из орбит, то в данном случае пациенту нужно обследовать щитовидную железу и обратиться к специалисту обязательно. Ещё такой вопрос. Правда ли, что зрение минус с возраста может превратиться в плюс? Всегда ли? Так, ну смотрите. Возможно, наоборот, имеется в виду, наверное, какая коррекция в этот момент происходит. Значит, минусовая рефракция превратится в плюс. Ну, с возрастом. Многие же говорят, что... Наверное, имеется в виду, что используются плюсовые очки для зрения вблизи. Но минусовая рефракция как раз-таки наоборот позволяет вблизи пациентам читать. То есть, минусовая рефракция, несмотря на то, подразумевает фокус на более близком расстоянии, чем у обычного метропа. То есть, человека с нормальной рефракцией. И благодаря этому это как раз их способность читать вблизи без очков, она как раз сохраняется. И наоборот, как раз-таки, то есть, плюсовое зрение может стать минусовым с возрастом. Такое может быть. Это может происходить из-за фокогенной миопизации. Это когда водняется хрусталик, и он становится толще, и получается за счёт этого ложная близорукость. Пациенты даже иногда радуются и думают, что вот как хорошо я начал видеть вблизи наконец-то, вот у меня улучшилось зрение. На самом деле это ложная близорукость, да? Да, да, да. Так, ещё у нас в WhatsApp вопрос. Постоянно ношу линзы контактные, и очень часто у меня бывает конъюнктивит. Это отношение линз или нет? Вообще, с конъюнктивитом носить линзы явно противопоказано. Возможно, у вас либо какая-то аллергическая реакция, либо вы неправильно ухаживаете за контактными линзами, и если вы за ними не можете правильно ухаживать, то вам лучше от них воздержаться, поскольку это может вызвать значительно более серьёзное осложнение, чем конъюнктивит. Ещё вопрос. Есть ли продукты, которые полезны для здоровья зрения? Это здоровье зрения, да? Да. Черника, наверное. Черника, конечно. Голубика наша. Черника, голубика, да. Это всё очень полезно. Но есть лютый инзексантин, содержащие препараты, специальные витаминные комплексы, которые позволяют как раз улучшать работу сетчатки. В них содержится значительно большее количество витаминов, поэтому они, скажем так, более полезны. Ещё один вопрос, очень коротко на него ответим. Что делать с ощущением сухости в глазах? Можно ли купить какие-нибудь капли? Какие лучше? Я какие-то конкретные капли вам не могу посоветовать, но любые слезозаменители могут быть полезны в данной ситуации. Но проявление сухого глаза, это может быть непосредственно самим сухим глазом, а проявлением других заболеваний. То есть в любом случае нужна консультация с врачом? Опять же мы приходим туда же. Сейчас огромное спасибо вам за участие в нашей программе, за интересную и полезную информацию. Я думаю, что нашим телезрителям и слушателям понравилось то, о чём мы говорили, дорогие друзья. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго и всем здоровья!